В среднеобразовательной школе номер 5 в рамках духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения прошёл конкурс, листая страницы «Родины моей». Каждый участник ответственно подошёл к заданной теме, подготовив разные работы. На суд комиссии было представлено немало проектов. К примеру, Арсень Кабисов представил работу касательно города Цхинвал, как он выглядел раньше и каким он стал сейчас. Я делал проект о своей родине. Мне помогала мама. Ну, я тоже сам был заинтересован. И мне было очень интересно. Я сам тоже рисовал, сам писал. Как раньше выглядела наша родина. Что за магазины были, что за детские комплексы. Мне здесь понравился вот этот вот вид гор, как раньше жили. Вот эти вот речки, озеро, как воевали. Вот эти музеи. Надо любить свою родину. Комиссия выделила пять работ. И сегодня же состоялось вручение наград тем участникам, которые к своим работам подошли не только ответственно, но и с творческим подходом. Проекты Алексея Догузова, Алины Тедеевой, Арсена Кабисова, Андрея Цхавребова и Артура Тибилова члены комиссии признали лучшими. У нас есть такой предмет, который вы проходите. Проектная деятельность. Вы, как маленькие южане Республики Южная Осетия, должны знать, какой был Цхинбал раньше и какой он стал сейчас. Что у вас было, какая у вас была родина и какая она стала сейчас. Вы должны знать традиции предков. Вы должны их чтить, помнить обо всем об этом. На пороге 2021 года. Вот он, 2021 год, ребята. Ну что вам пожелать? Конечно же, в первую очередь, ребята, пожелать вам крепкого здоровья, счастья вашим семьям, чтобы вы у меня никогда не болели. И всегда помнить, что вы, ребята, живете в этой маленькой планете. Вот эта планета, где вы сейчас находитесь, на карте нет, в глобусе нет этой планеты. Но это наша маленькая планета, которая называется СОЖ номер 5. То есть средняя школа номер 5. Те работы, которые вам были сделаны, и те работы, которые вы отмечали о своей маленькой родине, об Осетии, это всё было просмотрено очень тщательно. Дети подготовили и стихотворения, пожелали своим преподавателям здоровья, счастья и терпения в их нелёгкой работе. Победители конкурса получили и новогодние подарки. Алёна Уттайва, Марьяна Чочиева, Фадима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Не забывай, спасибо.